Микс Ньюс. Только на Радио Болтком. Программа Абонент Доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Абонент Доступен. В студии Анна Смирнова. Мой соведущий Вадим Родионов сегодня отсутствует, но он вернется к нам завтра. На прямой связи по скайпу наш сегодняшний гость, американский журналист Майкл Бом. Здравствуйте. Добрый день. Напомню, телефону прямого эфира в нашей студии вы также можете звонить, задавать вопросы. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Телефону прямого эфира. Также можно нам писать в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Оставляйте свои комментарии, вопросы. Также я их буду зачитывать в рамках нашего эфира. Сегодня мы поговорим о российско-американских отношениях, конечно, о их потенциале, также об актуальных политических темах. Но хотела бы начать с одной из ваших статей, с названия, называется она «Почему русские не улыбаются?». Вот вам за тот период жизни в России удалось понять, почему это так? Ну, я написал, что если взять мегаполис Москва, я не считаю, что Москва сильно отличается от Нью-Йорка. Любой человек, который был в Нью-Йорке, одна и та же проблема. То есть я думаю, что это издержка мегаполиса, когда 10 или 15 миллионов человек на сжатой территории. Это приводит именно к отсутствию или к тому, что люди меньше улыбаются. Поэтому здесь, я бы не сказал, что это российская особенность. Если взять экономические составляющие, но может быть, если не брать Нью-Йорк, не брать Москву, может быть, экономические составляющие, я имею в виду того, что уровень жизни несколько ниже в России, может быть, это влияет на то, что россияне вне Москвы улыбаются меньше. Но я думаю, что я не открываю Америку, что уровень жизни и улыбка – это связанные вещи. Но вам пришлось меняться, интегрируясь в российское общество? Ну, что касается той же улыбки, например. Нет, я не улыбаюсь меньше. Находясь уже 20 лет в России, как улыбался первые мои, я не знаю, 30 лет существования на свете, я улыбаюсь и в России. То есть Россия не, скажем так, в кавычках, заразила меня этим. Всё хорошо, я чувствую себя комфортно, уютно, хорошо в Москве и в России, и поэтому у меня нет причины не улыбаться. Когда вы переехали в Москву, это было в начале 2000-х, если я не ошибаюсь, вы не знали тогда русского языка? Нет, чуть раньше, 97-й год, но неважно. Вы тогда не знали языка, насколько сложно было его выучить? Насколько в короткий срок это удалось? Я знал, конечно, я занимался русским языком в Америке, но, конечно, не на том уровне, который у меня есть сейчас. Да, потому что 20 лет, и я до сих пор занимаюсь с учительницей, то есть несколько раз, один раз, два раза в неделю, это как подготовка к передачам, я излагаю все мои позиции, она поправляет ошибки. Вот это процесс бесконечный, поэтому это очень важно. Просто жить здесь этого мало, надо заниматься этим, то, что я пытаюсь делать. Но вам удалось сегодня стать частью российского общества, эмоционально, может быть, психологически тоже? Часно, но я не знаю, я все равно, я американец, конечно, со своим мышлением. Часто говорят, что я обрусел в некоторых областях, может быть, чуть-чуть пофигизм, российский пофигизм и авоз появились в моем характере, которого не было, когда я был в России. Но это маленький час. Все равно, я думаю, что это очевидно посторонним, что я все равно остаюсь американцем с своим бестижным, меркантильным мышлением, что очень часто напоминают мне, что русские говорят, что не в деньгах счастье. Правда, продолжают, что да, но в их количестве, но не важно. Поэтому в Америке мы, конечно, не стесняемся, что мы меркантильные, высокий уровень жизни, это для нас очень важно. Я думаю, что россияне лукавят, когда они говорят, что нет, 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 это у нас духовные ценности. Я не очень верю в эту формировку. Я думаю, что все люди одинаковые, все хотят жить хорошо, хорошо в смысле хороший дом, хорошая стабильность, хорошее сбережение. Это все универсальные ценности, за редким исключением. Насколько, на Ваш взгляд, та политика, которую сегодня проводит Россия, проводит, в частности, и президент России Владимир Путин, отражается на восприятии россиян в той же Америке за рубежом? Ну, я думаю, что американцы, как и россияне, отличают внешнюю политику от народа. Я думаю, что это очевидно. Что одно дело говорит о американцах, особенно о средних американцах, которые далеки от внешней политики, и прагматичная, и зачастую циничная внешняя политика Вашингтона, это две разные вещи. Поэтому я понимаю, между прочим, почему американская внешняя политика вызывает такую острую реакцию в России, в Кремле, очевидно, и у россиян, и в России не исключение. Американская внешняя политика очень активная, скажем так, это эфемизм активная, для многих это агрессивная, это, конечно, вызывает спорные моменты, это, можно сказать, это издержка гигамоны или доминированная американского. Это всегда было и будет, пока США занимают эту позицию. Но россияне, они понимают, что это вашингтонская политика, и средние американцы ни при чём, только в том, что они избирают конгрессменов и президента, но это очень далёкая связь. То же самое, американцы, они понимают, что есть кремлёвская внешняя политика, которая идёт в разрез американской внешней политики зачастую, но американцы понимают, что тем более, что в России россияне ни при чём, потому что они мало влияют. Если в Америке влияют через выборы, в России тем более, что россияне не влияют на эту внешнюю политику, поэтому обычные граждане России ни при чём. Ну вот тема, которая сегодня объединила, наверное, без преувеличения весь мир, независимо от политических симпатий, это коронавирус, который в том числе был зафиксирован, и в США были вспышки зафиксированы. Как реагируют сегодня американцы, насколько вам известно, реакция на происходящее, на вспышку в России? Я бы сказал, глубокая озабоченность, пока нет паники, потому что, по-моему, только один случай, я могу ошибаться, каждый час надо проверять, сколько случаев, но у нас нет, как вы знаете, у нас нет границы с Китаем, а у вас огромная граница с Китаем, поэтому я думаю, что Россия более озабочена этой проблемой. Но мы помним SARS, это было не так далеко, давно это было, в 2003 году, 700 человек погибло, по-моему, в 17 разных странах, и уже темп роста коронавируса намного растёт быстрее, поэтому это вызывает опасения, и есть экономические составляющие, это тоже, мы видим, что, понимаете, если сравнивать Китай, 2003 года, по-моему, их доля ВВП была, ну, я не знаю, меньше 10%, а сейчас намного больше, то есть это совершенно другой Китай, поэтому, когда Китай парализован сейчас, из-за этого, Китай это вторая экономика мира, это, конечно, касается всех, я говорю сейчас о экономической составляющей, экономические связи между США и Китаем, они очень тесны, мы покупаем очень много у Китая, и наоборот, и поэтому, когда такой кризис, экономический кризис сейчас, когда компании не работают, когда есть карантин, и так далее, это, конечно, вызывает опасения. Ну, вот, в МИДе китайском обвинили власти США в развязывании паники, как раз, это цитата, из-за коронавируса, и также обвинили в нежелании помочь Китаю в борьбе с инфекцией, так как были депортированы, насколько известно, из Китая американцы, ну, эвакуированы, скажем так, наверное, да, будет корректнее, из Китая американские граждане, насколько справедливы эти обвинения вообще в адрес США со стороны китайского МИДа, как вы считаете? Я думаю, что это острая реакция, гипертрофированная реакция Китая, лучший вид защиты — это нападение, они, конечно, китайское руководство было поймано некоторым бездействием, медленным действием, и они должны оправдаться, и очень-очень много, но считается, что они скрывают очень много, и поэтому условный рефлекс это обвинение других, и Америка в том числе, тем более, что старые счеты у Китая против Америки, это из-за пошлины, огромной пошлины, огромной пошлины, которую Трамп ввел, поэтому я думаю, что здесь больше это преувеличено, чем реальность. Напомню, также телефон на прямого эфира 672-12-93-9, и 672-13-93-9, вы также можете звонить, уважаемые радиослушатели, американский журналист Майкл Бом с нами на прямой связи. Вообще, можно сказать, что 3 февраля, то есть, получается, что вчера, да, стартовала президентская гонка выборы претендентов на пост президента США от демократической партии. Каковы шансы у кандидатов, на ваш взгляд? Мы знаем, что и Майкл Блумберг также будет баллотироваться. Вот как оцениваете шансы кандидатов? У Блумберга маленькие шансы. Я думаю, что это между Сандерсом и Байденом, это ведущие кандидаты. Я считаю, что в конечном итоге Байден будет избран кандидатом от демократической партии. Но Байден все равно слабоватый в качестве кандидата. Пока экономика растет, то есть, это рекордный, рекордный период экономического роста в Америке. Это коронавирус может повлиять, если, допустим, не будет сильного, не будет сильный упадок, спад экономики до ноября, когда выборы будут. Тогда у Трампа хорошие шансы на переизбране. Импичмент, конечно, все знают, что импичмент не пройдет. И наоборот, это, скорее всего, оправдание в Сенате, в суде, это пойдет ему на пользу. Но самое главное не импичмент, самое главное, конечно, это экономические факторы, и они настолько хороши показатели, что я не согласен с тем, что это заслуга Трампа, но в какой-то степени, мне кажется, ему повезло просто, он стал президентом именно в пике естественно, закономерного экономического цикла роста. Ему во многом повезло, но все равно это вознаграждается избирательными в выборах, когда есть такой очень хороший, феорический, я бы сказал, экономический рост и показатели. У нас есть звонок, радиослушатель на линии, здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, Александр. Да, здравствуйте. Майкл, скажите, пожалуйста, вот удастся вам оранжевую революцию в Белоруссии сделать так же, как на Украине и в Грузии, или не удастся? Как вы думаете? Спасибо. Да, спасибо вам. А Белоруссия, по всей видимости, да, я, естественно, не согласен с формировкой вопроса, ни в США сделали оранжевую революцию, ни в Грузии, ни на Украине, а украинцы сделали. Это воля изъявления народа, это глаз народа. Но, что касается Белоруссии, это очевидно, что Лукашенко, он разыгрывает американскую карту против России, он чувствует вот это давление России, и когда он чувствует именно острую фазу давления с Россией, он сразу, это, посмотрите, на все его годы, когда он был президентом, он сразу бежит к Западу, не обязательно к США, но к Западу, и это его залог, это его, скажем так, страховой полис против российского давления, это, пока еще это работает, это, это действительно сдерживает Россию, он сейчас говорит о покупке американского, американского, газа, он все равно, он хочет, ну, как бы, разыгрывать США против России, он все равно хочет быть независимым центром, и он не хочет быть маринеткой ни США, ни России, он хочет быть независимым центром, и я думаю, что ему удастся, другое дело, что он не вечен, сколько лет он во власти, я не знаю, сколько лет у него остается, он не вечен, но пока он во власти, я думаю, что он будет независимым центром. У нас еще есть звонок, здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Я вас хотела сказать по поводу улыбки, вы знаете, есть такая русская пословица, смех без причины признак дурачины, то есть в России всегда было, не было принято улыбаться постоянно кому-то где-то. Улыбались, нравится что-то, радостно, все, но постоянно на улице, как нам внушали, улыбаются только идиоты, то есть люди не очень умственно полноценные. А по поводу денег, вы знаете, до сих пор я знаю людей, для которых духовное состояние дороже, чем деньги, то есть не в деньгах счастья. Вот у меня тоже, я бы сказала, не то, что не в деньгах счастья, а не только в деньгах счастья. Вот я бы хотела книжек побольше покупать, вот имея деньги, я бы хотела книжек больше покупать, театры ходить, все. То есть, действительно, вот есть люди до сих пор, вы, наверное, не встречали, что ли, таких, которые духовная жизнь выше, чем деньги. Спасибо. Да, спасибо вам. вот такая реплика, скорее, отвечаю, ну, продолжаем вашу мысль в начале интервью. Да, я согласен с слушателем, что смех без причины или улыбка без причины, это университет, это в Америке тоже. Если бы человек без причины вдруг ни с того, ни с того начал улыбаться или смеяться, конечно, это вызвало бы реакцию со стороны. Я, когда я улыбаюсь, я улыбаюсь, но с причиной, поэтому это не ко мне. А что касается, да, я согласен с ее формировкой, что она, это хорошая формировка, что счастье не только в деньгах, я согласен, но деньги занимают, безусловно, очень важную роль в благополучии, я бы сказал, в счастье, но это не единственное. Я помню анекдот Билл Гейтса, он сказал на этот счет, недавно он дал интервью, его состояние где-то 70 миллиардов долларов, и он сказал, он как бы полушутя, он согласился, он сказал, что да, не в деньгах счастье, потому что я помню, когда у меня было состояние 60 миллиардов долларов несколько лет тому назад, а сейчас у меня 70 миллиардов долларов, и они намного счастливы с этими дополнительными 10 миллиардов долларов, то есть он хотел показать, что не в деньгах счастье, то есть... Но он был моложе, когда у него было 60. Что? Был и моложе, когда у него было 60. Ну, я говорю, нет, это было не совсем давно, это было 5 лет тому назад. Еще у нас есть звонок, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Майкл, скажите, вот такой вот вещь. Байден в своей книге рассказывал о том, как по его требованиям сняли прокурора, генерального прокурора Украины, иначе он угрожал, что миллиард Украина не получит. Когда, вроде бы, Трамп делал его то же самое для того, чтобы расследовать в принципе уголовное преступление, возможное уголовное преступление, то Трампа обвиняют в том, что он применил давление. А Байдену это ничего, вроде как и хорошо. Почему разность подходов такая? Да, спасибо вам за вопрос. Да, это разные ситуации. Что касается Байдена, он действительно он призывал к тому, чтобы этот прокурор, генпрокурор Шохан, он был послан в отставку, потому что именно из-за бездействия, именно из-за подозрения, что он, наоборот, он не занимался борьбой против коррупции, и либо он получил откат за то, чтобы замять громкие дела. и это не только оценка Байдена, это оценка МВФ, который их кредит, конечно, обусловлен именно настоящей борьбой против коррупции, а если генпрокурор является частью этой крупной коррупции, тогда о какой борьбе против коррупции? Поэтому это была системная проблема, и рыба тухнет с головы, то есть если сам генпрокурор является источником коррупции, зачем МВФ дает деньги, кредиты, и зачем США дает пособия? То есть США, Байден и МВФ они считают, что они имели право требовать увольнения генпрокурора, потому что это было вопиющим случаем бездействие или что он был замешан в коррупции, и это, понимаете, когда МВФ дает деньги, это всегда обусловлено именно борьбой против коррупции, поэтому здесь есть основания, основания требовать именно изменения, и он это озвучил прямо и открыто, он сказал, что мы в качестве донора мы имеем право требовать, чтобы руководство страны по-настоящему боролись против коррупции. Как раз наш диаслушатель упомянул телефонный разговор между Трампом и Зеленским, из-за которого начался весь сыр-бор, вы буквально несколько минут назад упомянули, что считаете, что импичмента не будет, но все-таки можно ли считать то, что говорил Трамп в разговоре с Зеленским действительно давлением оказанным на украинского лидера, как утверждают те, кто его обвиняет. Это как минимум давление, это значит давление, но давление это не преступление, это даже не давление всегда президента и другие давят друг на друга, это неотъемлемый часть внешней политики. Речь идет именно тут о злоупотреблении властью, но проблема в том, что каждый трактует, это очень растяжимое понятие, злоупотреблении властью, это люди трактуют по-разному. Демократы, естественно, они трактовали это конкретное злоупотребление Трампом властью как причиной лишить его полномочия, а республиканцы даже признав, что Трамп несколько перешел границу и может быть злоупотреблял властью, но это не это, понимаете, есть разные степени, разные градации злоупотребления, есть злоупотребление властью, которое требует, допустим, порицания просто Конгресса, а есть злоупотребление властью, которое требует импичмента, но республиканцы говорят, что планка импичмента должна быть очень высокая, то есть если по каждому случае так называемому злоупотреблению властью будет импичмент, тогда это уже будет фарс, то есть отцы-основатели, они придумали этот механизм импичмента только для самых вопиющих, самых тяжких преступлений или злоупотреблений властью, и они считают, опять-таки, это субъективная оценка, что то, что Трамп сделал, пусть некорректно, пусть даже с элементами злоупотреблению властью, не выполняют вот этот стандарт для импичмента, это их субъективная оценка, и все сводится к этому, его злоупотреблению властью является причиной импичмента или нет, и мы видим, что демократии считают, да, а республиканцы нет, а самое главное, это как республиканцы считают, потому что именно они контролируют Сенат, именно они выносят вердикт, и в среду завтра или послезавтра они безусловно выносут оправдательный вердикт, потому что они считают, что это не стоит того, то есть это не стоит импичмента. Ну вот недавно был опубликован опрос агентством Reuters, который показал, что довольно большое количество американцев выступают как раз за отстранение Трампа. Вот что касается восприятия в американском обществе политической фигуры Трампа, какое оно и насколько общество разделилось в этом смысле? Ну да, американское общество не было так расколото, как сейчас, но у нас не было такого, скажем так, вызывающего президента, скандалного президента, который навлекает на себя все эти неприятности по своей вине, поэтому уровень расколотости общества это прямо отражает именно уровень скандальности Трампа. но я бы сказал, что раскол это примерно 50-50 процентов. Процент неопределившихся это от 5 до 10 процентов. Именно они определят выборы в ноябре. Что касается отстранения, я опять, я думаю, что это 50-50 процентов. Я не думаю, что большинство считают, что надо лишить Трампа полномочия, они считают, что да, это злоупотребление властью, безусловно, но лучший механизм решить эту проблему, тем более, что дело за малым. Через сколько месяцев? Через 6 месяцев будут выборы. Это самый лучший способ в данном случае лишить его власти. Импичмент не для того. Импичмент это, если взять преступление Никсона, это хорошее сравнение, потому что это не только злоупотребление властью, это именно прямые тяжкие преступления. Для этого импичмент был предусмотрен, был заложен в Конституцию. Конечно, злоупотребление Трампом властью, это намного ниже этого стандарта, и я думаю, что большинство американцев понимают, что парадокс в том, что именно демократы злоупотребили свою властью, потому что у них есть полномочия затевать импичмент, но не по таким относительно мелким делам, то есть они получается злоупотребили своей властью в Конгрессе. То есть начало импичмента это уже злоупотребление, можно это так расценивать и интерпретировать. в данном случае когда это касалось Никсона, хотя дело не дошло до импичмента, он понял, что он был виноват, он ушел в отставку, но в данном случае у нас еще есть звонок, мы слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Наталья, я так рада, что у вас такой гость сегодня великолепный, я начну с комплиментов, потому что если бы Майкла не было на ток-шоу России, эти бы ток-шоу никто бы не смотрел, потому что все смотрят и любуются этим интеллигентным культурным человеком. Спасибо, Господи. Нет, это так есть, вы знаете про себя все сами, но я должна была это вам сказать лично. Вы смотрите эти передачи, да? Да, иногда включаю днем, они фоном идут, но я говорю, там мы смотрим на вас, потому что вам нет конкурентов на этих шоу, понимаете? Нет, почему, есть другие американцы, ну ладно, спасибо за комплимент, очень приятно. Другие американцы так не знают русскую культуру и нюансы языка, вы настолько уже, если можно так сказать обрусели, скажите, как вы себя чувствуете в России и может быть вам уже в России уютнее, чем в Америке? Скажите вот о своих ощущениях вообще русского мира, русской культуры, потому что вы для нас абсолютно наш человек, понимаете? Вы иногда в студии рассказываете людям, русским, какие-то такие вещи, которых они и не знают, я так полагаю. И еще такой один вопрос, ну уже такой реалистичный к вам, вот коронавирус, мы сейчас все ужасно боимся и переживаем, нужно ли его бояться, знают ли мировые правительства что-то больше, чем они говорят людям, или это только паника? да, спасибо вам. Да, я хочу ответить, спасибо еще раз за очень теплые слова, мне очень приятно. И это как раз одна из причин, почему как раз я чувствую себя очень уютно в России, потому что есть такие слушатели, зрители, которые так тепло ко мне относятся, это одна, хотя, конечно, хватает злобных людей, которые постоянно говорят идите домой, мягко говоря, но это везде, есть злобных пыхателей, есть другие, но действительно я чувствую себя очень уютно и комфортно в России, потому что это именно я россиявер, то есть я учился, это мое образование, именно русский язык, русская культура, российско-американские отношения, политика, и поэтому для меня, чтобы работать по специальности, единственный вариант для меня это работать в России, конечно, можно работать русским специалистом, Россия ведом в Америке, но это не то, это я считаю, что надо быть в России, надо окунаться в русский мир, надо ходить на эти передачи и полностью окунаться и русский язык, и русская культура, русский мир, поэтому я решил, что имея эту специальность, имея это направление, что я хочу работать только в России, я уже 20 лет в России, я хочу еще 20 лет, поэтому именно поскольку это, скажем так, немножко с пафосом, моя мечта осуществилась, тогда я чувствую себя уютно, комфортно, и мне хорошо в России, в Москве. Ну, что касается коронавируса, мы с вами уже это обсудили немного в начале интервью, есть ли то, что скрывают политики, как спросила наша радиослушательница? Ну, мы не знаем, потому что китайские власти вообще они скрыты, они никогда не все скрывают, и когда есть кризис такого масштаба, тем более, это одна из издержек закрытого общества, на то оно закрыто, поэтому мы не знаем, мы не можем доверять китайским властям, вообще нельзя доверять властям везде, особенно, тем более закрытые власти, тем больше нельзя доверять им. У нас еще есть звонок, много радиослушателей, здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Майкл, я часто бываю в Америке, и мне нравится ваша страна. Мне симпатичны вы, как российский американец. Скажите, пожалуйста, вот я здесь, в Латвии, очень часто сталкиваюсь среди русскоязычного населения с некой демонизацией Америки, равно, как сталкиваюсь в Америке с демонизацией России. Как вы к этому относитесь, и как вы считаете, как с этим можно бороться, как это можно заглушить? Спасибо. Спасибо вам. Ну, это чистая политика, всегда была так, есть и будет. Конечно, политики Вашингтона ползают российские карты, демонизируют, раздувают российскую угрозу для своих политических целей. Точно так же, или я бы сказал, похлеще, российские политики пользуются американской карты, демонизируют Америку для своих политических целей, чтобы консолидировать народ, чтобы сваливать все беды на Америку. это старый продуманный и проверенный прием с советских времен. Еще работает, и поэтому мы видим эту демонизацию на российском телевидении, и не только, но американцы тоже, американская власть, скажем так, грешна этим. Я бы сказал, в меньшей степени, но все равно грешна. Настолько это влияет на общественное мнение, я думаю, что в Америке в меньшей степени, чем в России, потому что захват телевидения и именно масштаб российской пропаганды намного то есть это со всех сторон демонизация Америки со стороны российской пропаганды масштаб больше. Тем более, что вот этот острый период по поводу вмешательства российского вмешательства в американские выборы, этот этап острый этап прошел. И сейчас в Вашингтоне американское общественное мнение озабочено другими проблемами, то есть значимость России в качестве угрозы чуть-чуть уменьшилась, то есть есть Иран сейчас, особенно после убийства Сулеймана и все это. И Китай, понимаете, сравнивает Россию с Китаем, в американском мышлении, конечно, Китай это гораздо более важный вызов для Америки. Я не беру коронавирус, я беру вообще экономический вес Китая, политический вес и растущий военный вес Китая. Мы все понимаем, что российские угрозы и вызовы это несравнимы. Как раз в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке в отношениях Ирана и США выступал в нашей студии советник премьер-министра Израиля Ариф Бульштейн. Он сказал, что США и в частности Трамп вообще в принципе не хочет быть полицейским всего мира и хочет всячески откреститься от этого ярлыка, который был навешан. Вот согласитесь с этим? Ну, безусловно, это именно главный девиз Трампа, что он Америка на первом месте, Америка прежде всего. То есть, он не понимает, почему США бухают сколько денег по всему миру. Вот эти бесконечные американские базы. Это 47 тысяч американских солдат на Японии. И когда Япония платит всего лишь половину этих расходов, он этого не понимает. Он не понимает, что это базовый принцип американской внешней политики, что это именно сила как гарант мира, что это дивиденды от этих расходов, они окупаются для Америки в разных формах, в разы. Он этого не понимает. Он смотрит на внешнюю политику как на бухгалтерский баланс. То есть, он смотрит, сколько обходится Америка, когда Америка содержит 47 тысяч американских солдат в Японии, и сколько Америка получает. если есть минус, тогда он против. Он дальше этого очень примитивного расчета не видит. Поэтому он считает, что Америка слишком дорого быть жандармом. Это не приносит никаких дивидендов, только проблемы, только войны и так далее. Поэтому он хочет сворачивать много из этих деятельностей по всему миру и сосредоточиться на американском развитии внутри Америки, инфраструктуры и так далее, благополучия американцев. Он считает, что все эти расходы и базы это за счет американского благополучия. Это, наверное, ласкает слух России, потому что Россия точно так же говорила и говорит уже, я не знаю, со советских времен. Поэтому почему позиции Трампа и Кремля так сходятся, зачастую сходятся, потому что именно эти лозунги это именно то, что Россия агитирует. Ну, что касается убийства иранского генерала Сулеймани и в дальнейшем запуск иранских ракет по базам США в Ираке, как вы оцениваете случившееся? Вы тоже об этом упомянули вот только что. Да, это очень спорный вопрос. Здесь я могу, я для себя пока не определился, потому что это классический пример, когда можно говорить с одной стороны так, а с другой стороны, то есть с одной стороны действительно это крупнейший известный мировой террорист, не важно, что он занимает официальную должность в стране членов ООН, я напомню, что Гиммлер тоже занимал официальный государственный пост, но очевидно, что он был террористом и преступником, и он подлежал тогда ликвидации, и по этому принципу Сулеймана с одной стороны по определению подлежал ликвидации, с другой стороны это явное нарушение международных норм, поскольку одно дело когда Бен Ладен это понятно и то многие считают что сначала надо арестовать его и судить его, то есть убить даже Бен Ладена многие считают без суда и следствия это нарушение международных норм, это самоуправство, самодурство, но если речь идет именно о втором человеке Ирана фактически второй человек Сулейманы о втором человеке в стране члене ООН много это уже с другой стороны что это открывает очень опасный ящик Пандоры что если возможно сейчас благодаря этому можно убивать тех кого вы считаете террористом неважно это Бен Ладен это в какой-то отдельной террористической группе или это в стране члена НАТО тогда проблема в том что у каждого свое представление кто террорист это не первый случай США и Израиль естественно многие страны однозначно считали Сулеймана террористом но Россия так не считает и это много таких примеров например сирийские курды они террористы или нет Эрдоган считают террористами США нет Закаев в Лондоне или Дудаев Дудаев был террористом Россия считала что да а многие нет а Закаев в Лондоне когда он получил убежище он террорист понимаете очень многие нюансы и все сводится к этому если однозначно Сулеймане был террористом и за ним тысячи и тысячи смертей мирных граждан в результате в результате терактов по всему миру если он был террористом тогда вопрос закрыт что он террорист террористы подлежат ликвидации вот так считал Трамп и он он так решил но действительно он открыл ящик Пандоры и мы посмотрим чем это закончится потому что Иран обещал отомстить я думаю что чужими руками потому что у них очень многие подконтрольные Иран террористические группы ХСБЛА и американские присутствия военные присутствия уязвимы они там на Ближнем Востоке 60 тысяч американских солдат американские базы они уязвимы они могут отомстить мы пока пока ответ Иран достаточно тихий они пока нет они не отомстили они не убили американских солдат после этого после убийства Сулеймана но еще не вечер поэтому слишком рано что это это сошло с рук у Трампа или это вышло выдать ему боком мы увидим к сожалению время подошло к концу очень много у нас звонков не все мы успели принять спасибо на прямой связи по скайпу с нами был Майкл Бом спасибо вам всего доброго и до свидания всего доброго до свидания